Приветствую вас! И ситуация складывается так, что мужчина, который сейчас занимает в вашей жизни много места, много пространства, вас использует. Это проявляется в его отношении к вам. Это проявляется в том, как человек позиционирует себя с вами. Это проявляется в том, что он делится с вами только плохим. И использует его только, когда происходит что-то нехорошее. Но об этом человек откровенно говорит вам, проявляет свое мнение в том, что для него отношения закончатся с вами тогда, когда вы начнете предъявлять к нему требования, которые уместны для серьезных отношений. И в этом контексте можно и нужно говорить о том, что мужчина не заинтересован в серьезных отношениях с вами. Он хочет просто иметь, как бы сказать, запасной вариант. Но запасной вариант исключительно по вашему желанию. То есть, он очень хорошо устроился. У него есть одна девушка, с которой он встречается, с которой он отбывает свои обязанности, с которой он находится в официальных отношениях. А есть вы, которые он использует, когда именно ему что-то нужно. И самое тонкое в этой ситуации то, что вы изначально сами этому не противились. То есть, вы начали общение, вы начали взаимодействие, вы ночуете вместе, общаетесь, встречаете, разговариваете. То есть, формально, вроде бы, ничего плохого, негативного не делаете. Но, почему-то, предпочитаете скрывать это от девушки-мужчины. Это означает, что мужчина не хочет, чтобы его такая вот двойная жизнь раскрылась перед девушкой своей. И он не хочет показаться ей в том свете, в каком он является. Он не хочет показать ей, что он фактически с ней нечестен, что он фактически с ней не откровенен до конца. И поэтому, в этой ситуации, вы оказались в проигрыше. Почему? Потому что мужчина в любой момент может с вами перестать общаться, если ему что-то не понравится. Мужчина в любой момент может обвинить вас в том, что вы ему не нужны, и сами его соблазнили. Девушка, этого молодого человека, также может обвинить вас как разлучницу, как любовницу и так далее. И получается, что во всей этой ситуации только вы проигрываете. Потому что мужчина свои потребности удовлетворяет, а мы, вы как будто бы для него средство. И здесь возникает вопрос ваших желаний. Вот лично для вас то положение, в котором вы оказались сейчас, оно приемлемо или нет. Вы пишете, что, значит, не хочется, чтобы знала девушка об этом. Не хотите вы проблем. Но, к сожалению, все тайное, рано или поздно, становится явным. И если вы что-то скрываете, то его, девушка, об этом обязательно узнает. Рано или поздно. Может быть, мужчина проговорится. Может быть, что-то еще. Может она откуда-то еще узнает. Она узнает. И если вы не хотите проблем, то, соответственно, вам нужно решить для себя, а для чего вы в этом участвуете. Вы говорите, что вам с ним хорошо. Вы говорите, что вам с ним комфортно, уютно и так далее. Но при этом вы сами ему подсказываете свое поведение таким, выставляете свое поведение таким, что вы в нем не знаете, что вы в нем знаете ли, что вам а это для мужчин снижение вашей ценности, снижение вашей важности. И давайте определимся, что рядом с ним вы получаете. почему вы терпите такое отношение к себе. Почему вы терпите, а главное, ради чего вы терпите, а не единственное положение для мужчин. Ведь по сути вы делите его. и если то, что вам нужно от мужчины, то, что вы получаете рядом с ним, вы готовы получать только таким способом и никаким другим, то есть, если вы не желаете менять свое поведение, анализировать, почему свои потребности вы преподискаете удовлетворять именно с ним, а не каким-то другим способом, дабы не быть зависимым от человека и не быть в таком невыгодном положении. Если вас все устраивает, оставьте все, как и есть. Но помните, что все тайное всегда становится явным. Помните, что мужчина, если он изначально позиционировал себя как непостоятельный, как свободный человек, свободный человек по отношению к вам, то так и будет. Он не изменит своего поведения. И когда ему перестанет быть нужно с вами, он идет. Он оставит вас. И чем больше вы с ним находитесь, тем больше у вас будет объем разочарования. Потому что вы привыкаете к нему. Вы привыкаете удовлетворяться своей потребности рядом с ним. И вот это самое плохое. Что касается советов, то их я давать вам не буду. Потому что давать советы непрофессионально. Пробуйте оттолкиваться от такой мысли, чего вы хотите. Чего вы хотите для себя и что вы хотите для отношений. Какие отношения вам нужны. если на данный момент вас все устраивает, то оставляйте все как есть, но при этом помните, что может проявиться. Если для вас что-то неприемлемо, соответственно, вам доходится от меня. Если для вас неприемлемо подобное отношение к мужчине и вам не нравится, как он к вам относится, то тогда можно и нужно в обязательном порядке во-первых оценить ваши мотивы, ваше стремление, что вы хотите получить и почему самое главное настолько неуверенны в себе вы, что согласны на такое вторичное отношение к вам. Неужели вы не достойны того, чтобы быть единственным мужчиной? Вот главный вопрос, который вам нужно себе задать. А если вы достойны, то что вам для этого не хватает? В первую очередь не хватает неуверенности в себе. Во вторую очередь нужно четко понимать, какой мужчина вам нужен, что он вам должен давать по вашему мнению и что вы можете ему дать как женщина для того, чтобы он был только с вами. Соответственно, если есть проблемы с женским поведением, проблемы с тем, что вы можете дать ему как женщину, то эти проблемы можно и нужно разбирать. Через проработку ваших страхов, ваших комплексов, вашей неуверенности в себе. Через коррекцию поведения для того, чтобы вы все-таки получали то от жизни, от отношений, чего вы достойны, а не то, что вам дают другие люди. Потому что так вы счастливы не будете. То есть говорить, что ваше поведение, ваша ситуация аморально, я бы не стал. Мой мужчина сам этого хочет, просто он не желает быть зависимым от вас, не желает показаться, что он хочет просто усидеть на двух стульях, если одной девушки ему мало. Ну а вы позволяете себе терпеть оскорбительное отношение к вам. И очень важно понять почему. Почему не считаете себя достойной лучшим? Вот пока ответ на этот вопрос мы не найдем, то и ситуацию изменить не представляется возможным. Потому что совершенно оживительно, что вам что-то нужно, что-то важное для себя, вы хотите это получить, и вы получаете, но путем, к сожалению, самым неэффективным, хотя и возможно одним из самых простых. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. в следующем. Спасибо.